Сборная России по фудокан-карате вернулась в чемпионаты Европы с целой россыпью наград разного достоинства. Сражаться в Словении пришлось с представителями 29 стран. Всего в турнире приняли участие больше тысячи человек. В состав сборной страны вошли 15 ребят из нашего региона. Это самая многочисленная делегация. Все были в отличной форме. К старту долго и упорно готовились. Мы несколько турниров прошли до чемпионата Европы. Был кубок России последним этапом. На кубке России достаточно плохо выступили. Относительно хуже выступили, чем на первенстве. Потому что выводили на пик форму именно к чемпионату Европы, нежели готовились за месяц, за полтора. Выдать максимум, как поступили многие другие города. Они выдали максимум в Тольятти, но и как последствия некоторые даже не поехали. Может травмы получили в Словении. Это для нас был проходящий этап. У нас была основная и главная цель первенства Европы. К чему мы и готовились. Медали золотого достоинства хотели для каждого спортсмена. Но не получилось. Всего привезли 8 наград. Это превосходный результат. Россия в общекомандном зачете стала второй, уступив заклятым соперникам из Румынии. Мы прилетели в страну Словения, там где было 29 стран. Так же и мы туда входили. Соперники показали себя на высшем классе. И было очень трудно обойти каждого из них. И мы долго старались, чтобы занять две золотые. И хотелось еще больше наград. У других была очень хорошая подготовка. Нас в других чемпионатах тоже запомнили. И начали подготовиться так же, как и мы к ним. Настоящим триумфатором состязаний стал Петр Кашицын. Финальные бои проходили в его день рождения. Соперник сильно давил, и одержать победу было непросто. Но спортсмену из Вичуги удалось. К слову, Петр занимается ежедневно уже 6 лет. И много сил отдает поддержанию физической формы. Очень много румын приезжает. Очень много болельщиков приезжает. То есть у них, если у нас состав сборной России, это 50 человек, то у них 200 человек. Если у нас ездят 20-30 родителей из всей страны, группа поддержки, то у них приезжает несколько автобусов. То есть они очень сильно давят на и морально, и все вот эти трибуны. И они начали выигрывать нашего бойца. То есть они его прямо свалили. И вот эта поддержка их не пошла. И как он собрался, как он в этот момент не испугался, как танк прошелся по нему. И наши вот эти 30 человек, поддержки, кричали и поддерживали больше, чем все эти 200 румынских. Шли тренировки каждый день по 2-3 часа. И все-таки так тренируясь, нельзя было не занять какое-нибудь призовое место. У меня есть цель занять первое место на чемпионате мира в следующем году. И подтвердить титул чемпиона Европы. Буквально пара дней перерыва и каратисты снова начнут усиленно тренироваться. Будущий год принесет множество серьезных состязаний. В феврале запланирован турнир в Уфе. Затем чемпионат России. На товарищескую встречу пригласили спортсмены из Израиля. А в ноябре каратистов ждет самый главный старт чемпионата мира. Он пройдет в Германии. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.